Народ, всем привет! В этом видео мы с вами отправимся в Берлин. Хочу вам показать состояние, подготовку города перед Евро 2024. Как вы все знаете, что в этом году Германия проводит у себя Евро по футболу. Вот, поэтому поедем в Берлин. Покажу вам центральную площадь, Бранденбургские ворота, чтобы вы имели представление, как здесь все будет устроено. И если вы, к примеру, соберетесь приехать в Берлин, чтобы вы не растерялись и поняли, что к чему. Ну и плюс, конечно же, покажу вам прекрасные виды этого шикарного города. Также пройдемся по Берлин-Моллу. Как вы все знаете, это один из самых крупных торговых центров в Берлине. Разделен он на две части, на северную и на восточную, по-моему, или южную. Ну, в общем, огромный торговый центр. Вот, я по нему тоже походил, для вас поснимал. В общем, этот выпуск обещает быть интересным. Так что, приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Плюс, в этом видео будет экспериментальное сопровождение, музыкальное сопровождение. Так что, надеюсь, что вы оцените и вам это понравится. Также в этом видео я вам расскажу, что там творится в ДП-документ в Берлине. Потому что я заказывал себе в начале марта загранпаспорт. Ну, и, собственно, по ходу видео расскажу вам, что да как, получилось ли забрать у меня или нет. Досматривайте это видео до конца. И я думаю, что оно будет для многих из вас полезным. Я хотел бы, чтобы вы ощутили атмосферу Берлина. Поэтому пару минут будет просто нарезка крутых локаций под хорошую музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы спускаемся в паркинг. Кстати, стоимость парковки 3,50 евро в час. Подъезжаешь к такому автомату, тебе выдает чек. И на обратном пути, когда ты уже уезжаешь, там ставишь специальные автоматы. Вставываешь туда этот чек и оплачиваешь. Можно оплачивать как картой, так и наличкой. А это мы уже находимся в центре. Посмотрите, жизнь кипит, как и в любом другом большом городе, в частности, так же, как и в Украине. Что не скажешь про наши маленькие городки, в которых мы и сейчас живем. Так же мы увидели краевского внедрения в центре Берлина. А вот посмотрите, какой интересный вид спорта. То ли хоккей, то ли не хоккей. С клюшками, но без льда. Мы находимся в Берлин-Ноу. Посмотрите, какой красивый вид. Вот этот же вид спорта, только уже поближе, с другого ракурса. Посмотрите, они просто гоняют какой-то пластмассовый шар, пластмассовыми клюшками. И на покрытии такое вот, как пластиковое покрытие, типа, для сцен, оно все как лего собирается. И посмотрите, какое тут интересное развлечение. Люди просто рисуют на стенах люку. Наверное, каждый день потом стирают, но сам факт. А еще посмотрите, какая интересная горка. С третьего этажа на первый можно спуститься. И взрослые, и дети. Чтоб не ехать на эскалаторе или на лифте, можно вот так вот быстренько спуститься. В принципе, Берлин-Молл это самый обычный торговый центр. Просто вот есть некоторые моменты интересные, которые я вам показываю. Такие, как горка, например, или вот игра вот этот непонятный вид спорта, типа, хоккея только послушать. А так обычный торговый центр с магазинами и с футбортом. КОНЕЦ! 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 приходили к гранденбургским воротам и смотреть свои любимые матчи по футболу. Ну а это уже знаменитый отель Адлон, который был разрушен во время Второй мировой войны, но его восстановили и сейчас он полностью работает и функционирует. Цены там конечно просто космические за одну ночь, но сам факт как атмосферно получилось. Перекрыли дорогу, чтобы машина не ездила, кто не понял это были ЛКПТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok